Ночью 7 человек у нас расчищали и подсыпали остановки. И в день у нас уже 6 тракторов работают с 8 утра. Также еще не заезжали 3 пескоразбрасывающие единицы. Автогрейдер у нас разрабатывает Яминскую, затем он поедет в Заречье. 23 дорожных рабочих у нас работают по своим маршрутам. Это остановки, пешеходные переходы, доступные для уборки механизмов. Они отрабатывают и подсыпают песком. Уже к обеду 19 ноября в Шубинском и Новогонной от ночной работы дорожной техники не осталось и следа. Между тем на этих улицах, полученной от дорожников информации, всю ночь работали 12 единиц техники, включая погрузчики. В целом по городу в ночные часы со снегом боролись 14 тракторов. К полудню по сводкам дорожников еще не вернулись заступившие на смену водители грейдеров, обслуживающих направление Сорокиной-Жаворонки. Из ночной перешли в дневную смену три пескоразбрасывателя. Не успевают очищать остановки, пешеходные переходы и дорожные рабочие. Ну какие тротуары, о чем говорят? Вон тропинка, сами люди протоптали и все на этом. Вообще ужас, кошмар. Другого слова не скажешь. Ну кое-где чистят, да. Ну утром вот здесь не было очищено, сейчас вот почистили. А вот меж дома, плохо вообще, не пройти дороги. Плохо, плохо между домов вот. Отвратительно. Можно упасть и ноги сломать, и руки, и транспорт. Может не успеть затормозить. Очень отвратительно. На дороге еще более-менее, а вот тротуары не чищены. Тяжело. Нет, нигде не чищены. У нас здесь нет. Бича не вязнут на тротуарах, автобусы не имеют возможности подъехать к остановкам. По данным алтайских синоптиков, в Бийске меньше, чем за двое суток, выпало около 70% осадков от 10-дневной нормы. Высота снежного покрова превышает средние ноябрьские показатели в два раза. Отметим, что уже определены и согласованы с экологами места складирования снега напротив северного кладбища, неподалеку от Нового моста в районе Малого Гринева и в промзоне, рядом с очистными сооружениями. Во время рейда по городу из-за гололеда попал в аварию автомобиль с нашей съемочной группой. Водитель машины, идущий следом за нами, не рассчитал дистанцию. И, кстати, за 3,5 часа рейда по Бийску в объектив камеры не попала ни одна единица дорожной техники. Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком.